В Владивостоке традиционно прошла выставка раздачи бездомных животных. Жители и гости города могли обрести себе мохнатого друга или просто поближе познакомиться с подопечными фонда «Спасем жизнь» в торговом центре Черемушки. Выставки наши ежемесячные, проводим мы их уже в течение лет 10, проводим на разных площадках, то есть летом это скверы, парки, торговые площадки перед центрами развлекательными, а зимой мы перебираемся в торговые центры вовнутрь. Здесь представлены животные нашего волонтерского движения, то есть у нас есть постоянные подопечные в нашем движении, есть регулярные волонтеры, которые содержат этих животных и на этих выставках мы их пристраиваем, то есть ищем им добрые руки. Каждый раз на таких выставках удается пристроить от 20 до 60 животных. Те, кто хотел бы забрать себе кого-нибудь из понравившихся, должны были на месте заполнить договор об ответственном содержании питомца. «Я уже давно хотела кошечку, во всех у моих родных есть, а у меня не было. И вот у меня сегодня большая радость приобрела кошечку». «Мы две недели ждали эту выставку, мы долго искали кошечку, у нас собачка маленькая, мы когда уходим, она очень сильно скучает, и мы хотели тоже ей взять кого-нибудь. Очень долго искали, постоянно, это не то, это не та кошка, и вот это вот, мы поняли то, что наша. Мы даже не думая, тут же пошли документы подписывать». «На самом деле на таком мероприятии я в первый раз, но точно не в последний, потому что, ну, как пройти мимо таких милашек, вот эту кошечку я, допустим, забираю уже к себе домой». Животных, представленных на выставке, было много, от совсем маленьких до взрослых особей, причем каждый со своей трогательной историей. «Вот ее подобрали в том году, ну, ее кто-то выбросил на улицу, она жила на улице, и решили ее простерилить, решили простерилить, а там у нее, получается, котята замершая беременность, ее начали лечить, она в клинике у нас долго находилась. Вот, потом мы ее забрали, чтобы пристроить, видимо, ее или били, или что у нее, видите, какой вот страх, она прям вот рукой поднимешь, она сразу же прям боится. Ушко обморозило на улице. Ну, вот сейчас мы ищем для нее хорошие ручки». «Есть животные, которые попадают к нам спонтанно, допустим, те же самые котята, да, и они недолго у нас задерживаются, мы травим глистов, проводим первичную какую-то ветеринарную процедуру, да, и дальше ищем дом. В принципе, мы даже им не даем имена, потому что в этом нет потребности, они быстро, к счастью, у нас уходят». На протяжении всего события работали волонтеры Владивостока, которые помогали людям в выборе животного, ухаживали за ними и принимали гуманитарную помощь. Так как не все люди могли взять питомца домой, но многие хотели им помочь. «Допустим, сегодня уже несколько ребят подходило, приносило корм, пеленочки, помогают люди, так что приятно осознавать, что не все равно». «Нет, ну на передержку люди не очень берут, вот эта именно кошка у меня находится, вот этот вот котенок тоже у меня находится на передержке, вот, как, а остальные вот у нас сидят, ну, в другом месте. Мы за ними ухаживаем, кормим, прививаем, ну и ищем добрые ручки». Напомним, что данная акция проходит не в первый раз и реализуется при поддержке администрации города в рамках проекта «Животные города В». Но не стоит забывать, что каждому хвостатому нужен дом, а на улице животные оказались только по вине людей. Анна Дьякова, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.